Иисус Христос 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 Знаете, есть такое вот Вода и масло Они никогда не сольются Они никогда не найдут гармонии Они никогда не станут одним И они не могут Так же, как и черное и белое Никогда не найдут компромисса между собой Свет и тьма Не найдут договоренности Они не сядут И не скажут друг другу Свет никогда не скажет тьме Да будь чуть поярче А тьма не скажет свету А ты так не сильно не свети Свет есть свет Он несет Это энергия Это знание Это путь А тьма Это бездействие Это блокировка Итак, прочитаем послание Галатам 5.17 Слава Господу, что Были люди, которые Жертвовали своими жизнями Чтобы нам Оставить Слово Божье В назидание Чтобы мы, те Далекие-далекие верующие Когда апостол Павел писал Он видел тех верующих То есть нас И представляете Он писал И он знал, что это останется И дойдет до нас И сегодня это Формирует нас Сегодня это Помогает нам жить Вот той новой жизни Которую мы получили от Бога Ибо плод желает Противного духу А дух Противного плоти Они друг другу Противятся Так что вы не то делаете Что хотели бы Представьте Он это пишет верующим В Галатах И он пишет Что вы не делаете То, что бы вы хотели Вы не делаете это Почему? Потому что Вам мешает плоть И здесь он говорит Апостол Павел Что Они друг другу Противятся У них нету Договоренности Они У них война У них вражда И нету того Кто бы приберил их Это непримиримые вещи Как часто бывает Что мы хотим Сделать одно А выходит Другое Хотел как лучше Получилось как всегда Знаете Или еще есть другое Да Как хуже Хотел как лучше И на тебе Получилось как хуже Почему? Кто-то Живет Внутри человека Кто все портит Кто все мешает Человек хотел Такую картину нарисовать Такую красивую картину Такой пейзаж И кто-то вдруг Появляется С грязной кистью И все измалевывает Как? Что? У человека столько было Планов хороших на жизнь И знаете Многие люди не понимают И не видят Этот персонаж И он не где-то там гуляет Где-то далеко И мы не ждем его оттуда Потому что он живет В каждом человеке Этот персонаж Дух и плоть Никогда не смогут договориться А слушайте Это как две хозяйки На кухне Кто-то должен уступить Неплохо две хозяйки На кухне Но такого не бывает Чтобы они были Две главные хозяйки Все равно Одна должна уступить Женщины Вы согласны Что две хозяйки На кухне Быть не могут Посуду неправильно Положила Я так не кладу посуду А я не так готовлю А я вот так Знаешь Кто-то послушно Просто помогает А другой руководит Так же и В нашей Христианской жизни Уже в новой жизни Представьте Господь умер Господь воскрес Излил свой дух А у нас Еще продолжаются Эти проблемы Ты уже Водное крещение Принял Уже думал Что ты ангел Из воды вышел Ты не понимаешь Откуда лезет И что-то лезет Что-то странное Лезет Ты думал Ну все Я уже На небесах Нет Пока ты на земле Ноги твои Будут пачкаться Потому что ты ходишь По этой земле Когда ты входишь В дом Что ты делаешь Ну если ты не Американец Конечно Ты снимаешь Обувь Вытираешь Ее хорошенечко А почему Грязно было На улице Домой приходишь У тебя есть место Где ты снимаешь Эту обувь А не идешь По всей квартире В обуви Если пошел В обуви Тебе сразу Дадут знать Ты куда в обуви Пошел Ты что Почему Потому что Испачкал Эту обувь Так я такой хороший Да ты хороший Так земля Где ты живешь Здесь очень много Нехорошего И ты живешь Среди них Ты можешь запачкаться Ты не думаешь Ты не можешь запачкаться Ты можешь запачкаться Но ты должен знать Как тебе очищаться Итак Что такое Дела Духа Дела Духа Это новая природа Когда человек Принимает Иисуса Христа Первое Кстати я отступлю Многие люди Не могут покаяться Родиться свыше И причина Этому Это не признание Своей греховности И вины Человек отказывается В том Что он виновен Человек может Сказать Прости Но он не понимает За что говорить Прости Он не понимает Своей вины И такие люди Которые не признают Своей вины Они не могут покаяться Соответственно Не могут родиться Свыше И человек Который Осознает Что он виновен Виновен Такой человек Такого человека Оправдывает Бог И он выходит Невиновным Рождается свыше Рождается от Бога Вот этот духовный Новый человек Который живет В той же плоти В физическом теле Другими словами Он живет Но уже новое сознание Новое сердце Новое желание Но часто бывает так Что Бог не лишает нас памяти И память прошлого Может влиять на нас Оказывать влияние Это прошлое Может быть плохим Также оно может быть хорошим Это могут быть Хорошие воспоминания Классные какие-то люди Классная компания Но она была грешная Она тебя разделяла с Богом Это хорошие люди Поэтому прошлое На тебя может влиять Мы видим Когда израильский народ Выжил из Египта На него влияло прошлое Именно прошлое И убило его Потому что Когда они что-то Начинали говорить Они начинали роптать И сравнивать Вот это самое плохое Когда человек Начинает сравнивать Вот там у нас было Мясо Лук Чеснок А это самое Мы ели его Да нет Ты был рабом Вспомнишь Ты был рабом И тебя били кнутами И ты строил фараону Эти демонические пирамиды Через которые потом приходила Демоническая сила И так далее Ты вышел из Египта Бог тебе сказал Я введу в тебя Совершенно новую землю Там тебе будет хорошо Но со мною И люди Они не могли переключиться На новое Они пребывали в старом И они постоянно Внутри В своем сознании Выстраивали мосты Обратно в Египет Обратно в Египет Они уже прошли через море Нету обратного пути Но они все-таки умудрились Этот обратный путь Выстроить уже в мозгу своем В памяти И они постоянно туда носились По этому туннелю Знаете Такой телепорт был у них И они в Египте И прямо вот Прямо вот Домой захожу Беру это мясо Ем там Чеснок Лук А здесь Манна 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 Так ты подумай Что ты ел эту манну И ты был исцелен Между ними не было Никого болящего Эта манна сходила Из неба Это ангельская пища Дела духа Это то что желает нам Бог А дела плоти Это то что желает Дьявол чтобы мы исполняли То есть когда я Поступаю по духу Это означает Что я Исполняю желание Бога От этого приходит Праведность Мир Радость во святом духе Когда я Делаю дела плоти Мы сейчас это все будем рассматривать То я именно Исполняю желание Точный проект дьявола Как он запланировал Апостол Павел говорит Галатам 5.16 Стихом выше Я говорю Поступайте по духу И вы не будете Исполнять вожделение плоти Итак Вот это выражение Хотел как лучше А получилось как всегда Оно вас минует Вы не будете жить По этому тезису Вы не будете Вы будете жить Другой жизнью Как вы запланировали Еще и лучше Бог так запланировал Почему? Потому что вы Делаете Определенные Действия И вот этот враг Плоть Греховная натура Человека Склонность Знаешь Продажность И склонность К греху Вот дьявол Как бы купил Адама с Евой Подкупил их Соблазнами Вот этими Секретиками Такими Он как бы Подкупил И они продались ему И вот плоть Она имеет Такую Функцию Продажности Мы не любим Когда Знаете Когда говорят Что Вот человек Продался За что-то Но на самом деле Это так и приходит Вот ты уже с Богом Ты горишь Все Бац Продался Тебя чем-то Подкупили Продался И ты потом Печальный Но есть ли выход Есть ли выход Чтобы Не делать Дела плоти Давайте мы посмотрим Что есть Дела плоти Это Галатам 5.19 В этой же главе Я буду читать В современном переводе Дела греховной природы Известны Это Разврат Нечистота Распутство Идолопоклонство Колдовство Вражда Споры Ревность Ярость Честолюбие Раздоры И разделение Зависть Пьянство Орги И тому подобное Еще раз Предупреждаю вас Те кто этим занимается Не наследуют Божьего царства То есть это Сто процентов Это сто процентов И никакого Извинения Никакого Исключения Если люди Таким образом Живут И это Присутствует В их жизни Они никогда Не будут спасены Они никогда Не будут На небесах Они никогда Не войдут В Божье царство Потому что Это Говорится О тех Людях Которые Живут По определенному Лозунгу Я живу Как я хочу Нет Ты живешь Как дьявол Хочет Вот это Правильно Читаем Дальше 22 стих Галатам 5.22 Плод же Духа Это Любовь Радость Мир Долготерпение Великодушие Доброта Верность Кротость Умение владеть Собой В законе Нет ничего Против этого Представьте Закон Не может Никакие Требования Предъявить Этому человеку Что он Что-то Противозаконное Сделал А когда Человек Поступает По делам Плоти Они сами Вылезают Он даже Не особо Ты старается Они сами Лезут Почему Я и говорю Что Плот человека Очень склонна К греху И ты ее Должен Пристегивать Ты должен Головенствовать Бог Дал Каину Конкретное Руководство Он сказал Когда Каин Огорчился После того Когда он Принес Богу Дар Бог не принял Потому что Это было Неправильно Бог По-другому Это Показал Делать И Бог Пришел К обидевшемуся Каину И он Сказал Почему Поникло Лицо Твое Если ты Делаешь Добро Не поднимаешь Ты лица Посмотрите Под контроль Неправильно Убийство Котором 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 Идти Путь Зла Дела Плоти Зависть Мы прочитали Здесь Зависть Вот И что Он убил Брата Своего Почему Он не Господствовал Над грехом Бог ему Сказал Ты Господствуй Грех лежит У дверей Твоих Но ты Господствуй На них Он лежит Еще Он не зашел Он еще Пока У дверей Когда к вам Приходят Домой Звонят Стучат У вас есть право Открыть Или не Открыть Некоторым Людям Не надо Открывать Дверь Вашего Доба А некоторым Вы открываете С радостью Заходите Здорово Аллилуйя И вы знаете Что Вот так Дьявол Так Каин Принял Грех И произошло Убийство И вся У него Жизнь Была В печали Итак Чтобы Дела Плоти Были Сведенены До Минимума Или скажем До нуля Нам нужно Развивать Дела Духа Плот Духа И плот Он всегда Растет Плот Если вы Видели На дереве Не всегда Вы приходите И срываете Эти плоды Может быть Тебе еще Чуть-чуть Любви Но она уже Есть Она уже В задатке Тебе нужно Развивать Это Больше Пребывать С Богом И она От этого Растет У тебя Может Уже Появилось Терпение Раньше Ты вообще Не имел Терпения Ты не знал Тебе все Сразу Надо было И все Хотел И ты Раздражался Если не Прямо Не сейчас И ты Красный Ходил Но теперь Ты уже Умеешь Ждать Ты уже Умеешь Ждать И после Ожидания Знаешь После После терпения Приходит Долго Терпение Написано Об Аврааме Что у него Кстати Этот плод Был Благодаря Этому Плоду Он получил Обещанное Авраам Долго Терпев Получил Обещанное Иногда Мы не хотим Терпеть Мы говорим Бог Где 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 Бог говорит Я не Заинтересован В твоих Огромных Внешних Результатах Я заинтересован В тебе Во внутреннем Потому что Если дам У тебя Огромные Результаты Внешние Они тебя Уничтожат Ты не знаешь Какие процессы Происходят Многие люди Не знают Самих себя Не знают Не знают Есть тесты Которые Мы провалим Если Нас В них Допустят Человек Не знает Что такое Власть Человек Не знает Что такое Деньги Человек Не знает Что такое Дружба Что такое Верность Честность Если человек В маленьком Не честен То когда ему Доверят Много Он там Будет Не честен Только Это уже Будут Большие Суммы Понимаете Поэтому Бог Прежде чем Что-то Доверят Большое Он Занимается Нашим Сердцем Нашим Духом И вы знаете Что Когда Бог Занимается Внутренним Нашим Сердцем Мы от Этого Получаем Только Радость Ты Можешь Попечалиться Почему так Почему меня Обрезали Почему то Но ты потом Видишь Какие у тебя Пошли Плоды Хорошие Растение Которое Заброшено Все ветки Растут Его никто Не трогает Оно Заброшено Дикое Оно никаких Плодов Не приносит Вот такие Плоды Должны быть Вот такие Почему Никто Ничего Не подрезал Здесь же В этой главе Гаватам 5.9 Говорится Малая Закваска Заквашивает Все Тесто И это Секрет Это то Чему нам Надо придерживаться Малая Закваска То есть Дрожжи Когда Их Кладут Тесто Тесто Много Знаете Там С муки Там С водой Там Все Там ее Много А Закваски Надо положить Чуть-чуть Совсем Чуть-чуть И смотришь Все тесто Вздулось Прям Все Абсолютно Все тесто Оно увеличилось Оно стало Другим Понимаете Что Когда мы Соприкасаемся С грязью Оно Грязь Она пропитывает Пропитывает Как огурец Он сразу Не просаливается Если его В бочку Кинуть Солью Да Вот Соленые Огурцы Но если Он там Полежит Он обязательно Просолится Он будет Соленым Если человек Находится В неположенном Обществе В обществе Развратителей Он говорит Я таким Не стану Никогда Станешь Оно Пропитает Тебя Может быть Ты будешь Лучше всех Из этого Общества Но ты пропитан Будешь Злом Что в тебя Входит То и будет Выходить Из тебя Но если Ты соприкоснешься С чистым Со святым Это тоже Малая закваска Заквашивает все Тесто Ты будешь Заквашиваться Ты станешь Другим Может быть У тебя Не будет Больших Результатов Гигантских Но ты Уже Не будешь Тем Ты постепенно Ты увидишь Когда результаты В своей жизни Ты им Обрадуешься Хорошим Результатом И ты поймешь Что есть Дальше Рост Духовный Рост Твоей жизни И развития Поймите Что Внешние Результаты Которые Есть Сегодня У людей Например Каких-то Успешных Служителей Какое-то Большое Служение Это еще Не все Это только Часть Это то Что мы Видим Очень Важнее Всего Каждому Служителю И каждому Верующему Иметь Вот этот Характер О котором Мы сейчас Прочитали Галатам 5.22-23 Вот это Самое Важное В жизни Христианина Не что-то Делать Бежать Делать Делать Чтобы все Видели И чтобы Мне не было Стыдно Нет Потому что Ты Придешь К Богу С характером Вот с этим Есть ли у тебя Любовь Радость Мир Долготерпение Великодушие Доброта Верность Кротость Умение Владеть Собой Если нет То ты Плотской Апостол Павел В следующей Главе Он говорит Что нужно Сделать Чтобы Никогда Не поддаваться Плоте Мы Те Кто поверили Во Христа Почему мы Поверили Потому что Мы захотели Другой жизни Новой жизни Лучшей жизни Мы захотели Святой жизни Когда нам Предложили Нас же не заставляли Меня лично Не заставляли Покаяться Поверьте Никто Меня не заставил Покаяться И не представлял Мне ничего Знаете Чтобы я там Повторил Нет Это было решение Это Господь Меня просто Коснулся Добротой Любовью Своей Я много Знал Я с детства Верующий Потом Мне было Я по-другому Я знал Осознанно Что я иду Просто мне Не верилось Что возможно Жить Такой жизнью Почему мы Все Захотели Этой жизни Верующие Почему мы Захотели Потому что Мы захотели Изменения Мы Знаете Мы желали Перестать Чувствовать Угрызение Совести Мы Перестали Знаете Желать Страха Мы Чего-то Захотели Нового Свежего Радостного Любящего И мы Это Получили Нам Это Теперь Надо Удержать Нам Нужно Это Охранять Бог Кайно Сказал Охраняй Своё Сердце Он Даже Не Подумал Не Подумал Он Конкретно Он Как Знаете Как Танкер Который Не Может Развернуться На месте Всё Вот Его Несёт В одну Сторон И всё И Бог Ему Уже Говорит Бог Говорит Конкретно Каин То есть Бог Пытался Вмешаться Предотвратить Вот это Убийство Предотвратить Зло С каждым Грехом Выходили Новые Бесы Приходили На землю Потому что Дьявол Не имел Никакой Власти Человеку Была дана Вся Власть На земле Чтобы Дьяволу Прийти И как-то На земле Действовать Он же Никто У него Тела Даже Нет И он Через Обман Через Подкуп Человека Через Обман Он Подкупил Его Обещая Ему Что-то И Каин Был Тоже Под Воздействием Этого Ему Не захотелось Верить И жить Новой Жизнью Подавлять В себе Дела Плоти Знаете Иногда Тебе Надо Просто Принимать Решение Отказываться Галатам 6-7 Не Поддавайтесь Заблуждению Никому Не Удастся Провести Бога Человек Пожнет То Что Он Посеял Тот Кто Сеет Ради Угождения Своей Греховной Природе Пожнет От Этой Природы Гибель А Тот Кто Сеет Для Угождения Духу От Духа Пожнет Жизнь Вечную Жизнь Не Уставайте Делать Добро Если Мы Не Прекратим Делать Добро То Настанет Время Когда Мы Соберем И Жатву Спасеенного Вера Это Первое Что Должно Быть У Тебя Любовь Радость Сразу После Любви Любовь Это Самое Главное Все Нет Любви Все До Свидания Тушим Свет Разбегаемся Сразу После Любви Идет Радость Даже Не Вера А Радость Мир Долготерпение Великодушие Доброта И только Потом Идет Верность Вера Верность Представьте Как нам Сегодня Нужна Радость Эти дела Плоти Они ведут К осуждению И к печали Поэтому Печальные Лица У грешников Они себя Простимулируют Им надо налить Тогда Они порадуются Или нюхнуть Или вколоть Или курнуть Или что-то еще Тогда Они ржут Радуются Но это Грех Это Грех Это ведет В ад А Бог Может наполнить С неба Напоить Тебя Новым вином Святым Святым Вином Не алкогольным Вином Не белым Не красным Не какой-то там Выдержки Столетней Нам не надо Эта гадость Нам нужен Святой Дух Аллилуйя И вот если Вы служитель Или вы Зрелый верующий Я прошу Молитесь Чтобы радость Пришла на нашу жизнь Я вижу В этом Нужду Я вижу В нашей жизни Нужду В радости Радость Должна Возрастать Радость Должна Увеличиваться Когда человек Радостный Все проблемы Решаются Понимаете Он не ходит Угрюмый Такой Он радуется Ему вообще Классно Мы особенно Запоминаем Времена И людей С которыми Нам было весело И хорошо Мы особенно Любим этих людей Особенно Полюбите Бога С ним веселее Всего Это не как-то Умоляет Бога Ты чего Бога До уровня Хохотушек Свел Я не Сводил Так в слове Написано Что они Начали веселиться А что им еще Делать Сын пришел Живой И радостный И все Аллилуйя Аллилуйя Слава Господу Давайте будем Сейчас молиться Дорогой Господи Слава Слава И И